Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я вам ничего не буду показывать. Я сегодня вам расскажу, как проходит день рождения, как отмечают день рождения в Германии. И хочу вам рассказать не просто день рождения, а какой отмечаем мы или другие люди. Я хочу рассказать вам, как празднуют в Германии молодежь. Так как мои внуки уже доросли до такого возраста, что они начинают отмечать день рождения в кругу своих друзей, поэтому меня туда не приглашают. Вышла из молодежного возраста, поэтому я, конечно, проконсультировалась с Даниэлем, он у меня помощник во всем. И какие-то особенности, какие бывают на дне рождения молодежи. И хочу теперь с вами поделиться этими особенностями. Что же особенного есть в праздновании дня рождения у молодежи? Как рассказал мне Даниэль, что если день рождения празднуют девочки, то у них проходит это намного спокойнее, выдержаннее. Они дарят друг другу подарки, подготовленные заранее, и могут пить даже чай. Не обязательно, что они пьют алкоголь. У ребят это проходит по-другому. Например, ребята празднуют день рождения у себя дома, если это зимой, или на дискотеке. Есть еще возможность летнее время отмечать день рождения в своем собственном саду, на природе, или, как сказать, на улице. Что же ставят? Нет, прежде чем я расскажу, что они подают на стол, я скажу, что иногда на дне рождения у ребят присутствует и отец ребенка, у которого день рождения. Он своим присутствием, своим авторитетом, каким-то образом. Не скажу, что это имеет большое влияние, потому что ребята начинают праздновать день рождения отдельно от родителя, от своих родственников уже где-то с 14-15 лет и старше. И уже тогда на стол ставятся алкогольные напитки. Не только пиво, но и что-то покрепче. Но в основном крепкие алкогольные напитки пьют мало кто. Их разводят. Их разводят колой, фантой, спрайтом. Ну вот как-то таким образом. Вот. Как же проходит день рождения? Очень шумно. У ребят обычно подарки не дарят. Приходят гости, приносят с собой еще какой-то, ну, хороший алкоголь. Ну, какие-то близкие друзья могут еще и подарить что-то там, ну, деньги в основном. Но в основном приносят с собой бутылку алкоголя, и это считается подарком. Кстати, этот же алкоголь они тут же и открывают на дни рождения. Дни рождения проходят очень шумно. очень шумно. С музыкой, с песнями, с играми, с конкурсами. Очень шумно. Соседи могут заранее предупредить, конечно, или должны даже заранее оповестить, что будет проходить день рождения. Вот. Но соседям приходится на этот день набираться терпения, потому что это действительно очень шумно. Иногда даже вызывают полицию. Ну, это вызывают соседи. Полиция тоже входит в положение, предупреждают, чтобы уменьшили громкость, мягко сказать, но в основном обходятся без скандалов, без драк, без руганий, без рукопашной. Все это, ну, соседи понимают, что день рождения есть день рождения. Оно бывает раз в году, а молодые люди, они, ну, не могут сдерживать свои эмоции, не научились еще. Вот как-то так. Что же подают как закуску на стол? Подают такие вещи, как чипсы, соленые палочки, могут заказать пиццу, какие-то мелкие закуски, всякие паштетики, паштетики. Ну, паштетики, это не подразумевается тот паштет, который намазывается на хлеб, а такие испеченные бывают, мелкие, печеные с начинкой. Ну, как бы не булочки даже это, не знаю как. Вот, все такое мелкое, которое можно взять руками, без тарелки и отправить в рот. Вот, у девочек, бывает, подают, кроме чипсов, это, ну, вот этого всего мелкого, бывает, подают пирожные или что-то печеное. Вот, кексики, пирожные и все такое. Не ставят на стол салаты, не ставят мясные приготовленные блюда. Нет, молодежь это не ест. Вот, даже если это будет приготовлено, это никто на дне рождения не ест. Больше пьет. Что же они пьют? Они, значит, я уже говорила, пиво, водка, которая разводится колой, фантой, спрайтом, чем хотите. Девочки могут выпить немножко шипучья вина или шампанское. Да, что еще они подают? В Германии очень много продаются такие маленькие бутылочки с фруктовыми ликерчиками. Это тоже ставится на стол. Кто хочет, может выпить такой ликерчик. Ну, в общем, кто что хочет. Ну, мало того, что сказать, что праздник проходит шумно и активно и продолжительно. Расходиться начинают где-то в 2-3 часа до этого времени. Конечно, очень шумно, очень шумно проводят какие-то конкурсы, связанные с алкогольными напитками. Кто быстрее, кто больше, кто лучше и так далее. Вот, что же еще они... Ну, обязательно оформляется, конечно, место, где празднуют лампочками всевозможными иллюминацией, музыкой и так далее. Вот так празднуют молодежь в Германии. Хотел еще раз подчеркнуть, что не подают ни салаты, ни мясные блюда. Салаты, мясные блюда и другие закуски подают тогда, когда собираются родственники. А молодежь обходится без этого. Было бы что выпить, а закусить можно найти. Ну, вот так празднуют молодежь в свои дни рождения. Набираются опыта. Это считается незазорным, что молодежь пьет алкоголь. Это типа показать, что они уже взрослые. Чего я не придерживаюсь? Ну, меня никто не спрашивает. Ну, по-моему, все я вам рассказала, что я обсудила с Даниэлем, что он мне подсказал, что я знала сама. Ничего не упустила, ничего лишнего. Чтобы не ввести вас в заблуждение, хотела вам просто рассказать, что молодежь празднует свой день рождения без приготовления каких-то блюд, без ничего. Купили все, поставили на стол, что купили, и вперед отмечать день рождения. Ну, вот как-то так. Я думаю, что это тоже будет интересно узнать, что это чем-то отличается от того, к чему привыкли мы. Вот. И мне было интересно вам это рассказать. Всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите свои замечательные комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. До новых волнующих встреч!